Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Да, с людьми нет. Детей тоже, с детьми тоже хорошо. Он как бы, я так заметил в жизни, он человека, не то, что боится, но он как бы уважает его, человека, да. Артем, ну вот по здоровью, как это? Довольно-таки крепкие собаки, они не страдают какими-то вот заболеваниями, у каждой породы есть какие-то свои особенности. Какой уход за ней? Ну, у этой породы особо заболеваний-то нет, ну, только аллергия встречается, там, дисплазия суставов, это у всех больших, крупных, тяжелых собак. А так проблем нет, у нас, слава богу, аллергии нет, едим все подряд. Так, линька, запах. Ну да, линька, он, конечно, линяет, вот темная одежда вся вот в таких иголочках, ну, до Ричбека у меня был далматин. И по сравнению с далматином, Рич не линяет, с далматином прям сыпется белая шерсть. В городе вообще есть такие собаки? Да, в городе собаки есть, да, мы как бы общаемся, все друг друга знаем, даже если кто-то у кого-то потерялся там, где-то нашли, бывает такого, что Ричбеки убегают. Ну, примерно сколько, вот десятками исчисляется? Ну, особей пять, наверное, есть. Пять, да? Поэтому вы эксклюзивные. Да, можно сказать так. Ну что ж, Артем, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, здоровья вам, успехов в вашем творчестве, чтобы все у вас было замечательно, чтобы ваш питомец ваш радовал. Да, я хочу начать традицию, подарить вот вам вот такое замечательное издание, книгу «Родозийский Ричбек» немецкой писательницы Петра Штраке. Очень интересно. Огромное спасибо, будем с удовольствием читать и познавать эту породу еще больше и больше.